В Муниципальном центре культуры отметили День российского предпринимательства. В Магадане действует более 5000 субъектов малого и среднего бизнеса. В транспортной сфере предприниматели занимаются грузоперевозками. Также бизнесмены обеспечивают половину оборота оптовой торговли. Предприниматели преодолели все трудности 2020 года. При этом, несмотря на все трудности и ограничения в пандемию, они обеспечили стабильное исполнение своих налоговых обязанностей, что составило четверть от всех налоговых поступлений в городскую казну. В областном центре начинающие предприниматели получают финансовую поддержку, отмечают специалисты. Через пандемию магаданские бизнесмены прошли с минимальными потерями. Мэр столицы Колымы поздравил виновников торжества. Спасибо за неравнодушие и стремление двигаться вперед. Пусть все замыслы будут успешными, а бизнес стабильным и процветающим. Каждое ваше старание и труд обязательно будут награждены. Чисто не желаю вам сил, терпения, здоровья, удачи и здоровья. Спасибо вам за ваш труд. В этот день чествовали лучших предпринимателей. По словам организаторов, именно благодаря магаданским бизнесменам экономика города работает. Предприниматели же в свою очередь поблагодарили муниципалитет за помощь. Как отмечают сами виновники торжества, они стараются вкладывать деньги не только в бизнес, но и в высокоэффективное производство. Предприниматели стараются сделать так, чтобы их дело приносило пользу и городу в том числе. В этой связи очень хорошо нам помогают наши бизнес-партнеры. Поэтому я сегодня их всех хочу поздравить, пожелать им дальнейшего совместного труда, успешного труда, чтобы всегда чувствовалось и материально, и морально, что люди делают замечательное и большое дело. Спасибо. Последний звонок прошел в гимназии номер 17 Магадана. В этом году общеобразовательное учреждение выпускает учеников в 27-й раз. На торжественном вечере поздравили первых учителей и наставников выпускников. На мероприятии отметили всех работников школы, которые участвовали в воспитании детей. Слова благодарности ученикам передала директор гимназии Татьяна Шмонина. Педагоги английской гимназии поздравили ребят с окончанием учебы. У каждого из вас много связано с гимназией. И пусть в вашей памяти останутся только светлые воспоминания. Дорогие ребята, вам, наверное, казалось, что 11 лет – это очень много и очень долго. Это бесконечность. И все еще впереди. Но вот как-то неожиданно пришел конец школьным годам. И вы со страхом, наверное, кто-то смотрите в свое будущее. Но при поддержке ваших родителей, ваших педагогов у вас все сложится удачно. Поздравили ребят их первые учителя. Педагоги подготовили душевные поздравления с теплыми обращениями к выпускникам. Мои ученики, наверное, в этом поздно признаваться, когда пора приходит расставаться, когда звенят последние звонки. Поздравили учеников и учителей родителей виновников торжества. Они подготовили праздничный номер с видеопрезентацией. Теперь впереди у ребят ЕГЭ. Педагоги и родители пожелали выпускникам успехов в сдаче экзаменов и удачного окончания гимназии. Рабочие «Магадан Теплосети» приступили к очередному этапу реализации масштабной инвестиционной программы, направленной на капитальный ремонт и реконструкцию основных городских тепла и водомагистралей. Участки труб, на которых производятся работы, были уложены в 70-е годы прошлого века и нуждаются в срочной замене. Финансирование программы перекладки магистрального трубопровода «Магадан Теплосеть» осуществляется целиком за счет собственных средств. На данном этапе стоимость работ около 140 миллионов рублей. Общая же цена инвестиционной программы «Магадан Теплосети» – полмиллиарда. Это продолжение магистрального трубопровода в 2016 году, то, что мы по советской делали, в 2019 году по правонабережной. Мы идем теперь на соединение этих двух реконструированных участков. В этом году и в следующем мы соединимся. По улице Советской этим летом будет заменено порядка 270 метров магистральных труб. Теперь трубы не будут лежать в земле, так как устанавливается проходной канал. Также увеличивается диаметр трубопровода для повышения пропускной способности магистрали. Это благоприятно скажется на качестве и стабильности теплоснабжения 3-го областного центра. К сожалению, подобные работы в центре города не могут не доставлять неудобств жителям. Проезд вокруг строительных площадок по улице Пушкина и участка улицы Советской перекрыт. Хотелось бы обратиться к жителям города Магдана, чтобы, в общем-то, с пониманием относились к месту проведения работ. Потому что автомобилисты особенно проявляют неуважение. И у нас улицы эти перекрыты, все равно под знаки едут подработающие механизмы, невзирая на людей, создают опасность для работников, которые здесь производят работу. Я хотел бы обратиться и попросить их быть более благоразумными и уважать труд других людей. В октябре это все закончится, все откроется, и вы будете пользоваться возможностью проезда там, где вы привыкли пользоваться. Сейчас движение автомобилей в районе производства работ не просто ограничено, оно запрещено. Имеют право перемещаться в этой зоне только специальные механизмы. Заседание общественного совета при УМВД России по Магаданской области прошло в Северо-Восточном государственном университете Магадана. Активисты рассмотрели вопрос о взаимодействии с добровольными формированиями. Началось мероприятие с награждения детей за участие в конкурсе «Полицейский дядя Степа-2021». У нас сегодня довольно обширная повестка. Ну и прежде чем мы приступим непосредственно к рабочим вопросам нашего совета, разрешите перейти к вопросу, связанному с поощрением участников регионального этапа творческого конкурса «Полицейский дядя Степа-2021» приурочено к празднованию Дня защиты детей. Конкурсную комиссию возглавил председатель общественного совета при УМВД, ректор Северо-Восточного государственного университета Роман Корсун. В состязании участвовали ребята в возрасте от 6 до 14 лет. Традиционно поступают работы, выполненные в разной технике. Каждый год дети придумывают что-то новое, добавляя в это мероприятие свой неповторимый колорит. В этом году на суд жюри было представлено 32 работы. В конкурсе приняли участие ребята почти со всех городских округов Колымы и областного центра. Организационный комитет конкурса принял решение поощрить всех участников мероприятия. Ребят наградили грамотами и памятными призами. Поздравляем с Анастасией, молодец. Так, держась. Поздравляю. Молодец. На общественном совете рассмотрели профилактическо-воспитательную работу на противодействие коррупции в подразделениях органов внутренних дел. Основная ее цель – формирование у сотрудников нетерпимости к коррупционным проявлениям. И, конечно, в ОВД не исключение. Здесь ведется традиционный спектр работы, связанный по профилактике коррупционных пронарушений среди сотрудников. Это, конечно, разъяснительная работа по требованиям законодательства. Это лекции, занятия с сотрудниками подразделения ОВД. В Магадане проводят акцию «Судебные приставы детям». За четыре месяца 2021 года сотрудники ведомства взыскали более 24 миллионов рублей в пользу маленьких колымчан. За этот же период за неуплату алиментов к административной ответственности привлекли 55 должников, возбудили более 25 уголовных дел. На сегодняшний день в розыске более 100 человек по той же причине. Приставы совместно с работниками ГИБДД проводят акцию, которую приурочили к Международному дню защиты детей. Целью данной акции является эффективное взыскание алиментных платежей и также восстановление нарушенных прав детей. Данная акция пройдет в Магадане с 25 мая по 1 июня. Нашими сотрудниками запланирован ряд мероприятий. Данные мероприятия будут направлены на понуждение нерадивых родителей к уплате алиментных платежей на содержание несовершеннолетних детей. Также нами будут проведены мероприятия по обращению взыскания на движимое и недвижимое имущество. Вынесены постановления о запрете права выезда за пределы Российской Федерации. В 2021 году специалисты провели проверки в отношении должностных лиц предприятий. Эксперты составили 11 административных протоколов и выписали штрафы от 15 до 25 тысяч рублей.